Они находятся на одной волне. Привыкли говорить мы о полном взаимопонимании. Причем имеем в виду просторы не морские, а радийные. Ежедневно миллионы людей включают любимое радио в автомобилях, домах и офисах, чтобы прослушать музыкальные новинки или быть в курсе последних новостей. Мы настолько привыкли к этому изобретению, что сегодня не представляем без него своей жизни. А ведь подарил миру такое чудо техники человек, имя которого знает каждый школьник. Сегодня ХИТ передает свой респект русскому физику и электротехнику, создателю радио Александру Попову. Как известно, наука и религия не могут жить рядом. Однако великому изобретателю суждено было родиться именно в семье священника. Александр был одним из шести детей, поэтому жили они более чем скромно. Мальчик был нескладен и застенчив, шумным играм предпочитал уединение. И уже с малых лет увлекался сооружением движущихся механизмов и миниатюрных мельниц. Сверстники считали его несколько странным и называли не иначе, как профессор или математик. Из-за отсутствия средств учиться Попову пришлось сначала в духовном училище. Но в 18 лет будущий ученый все-таки сумел поступить на физико-математический факультет Петербургского университета. Годы учения в университете не были для Попова легкими. В кармане было пусто. И он в 1881 году был вынужден подрабатывать электромонтером в товариществе электротехник в Петербурге. А двумя годами позже за упорство и старание его назначили преподавателем физики и электротехники в минном офицерском классе в Кронштадте. Это было элитное учебное заведение, где имелся хорошо оборудованный физический кабинет. Здесь в апреле 1895 года впервые в мире были проведены опыты по радиосвязи. Она была осуществлена на расстоянии 30 саженей между беседкой в парке и кабинетом Попова. Стоит! Кремит! Заливается! Александр Степанович, поздравляю вас! А я вас! После двух лет упорной работы по усовершенствованию своего изобретения Александр Попов приступил к опытам в корабельных условиях. А уже в мае 1897-го русские суда Европа и Африка успешно использовали новое средство связи в море. Не прошло и 10 лет, как там работало уже 75 радиостанций системы Попова. Российский флот стал колыбелью радио. Изобретения этого ученого признаны и активно используются как в России, так и за рубежом. В 1900 году на международной выставке в Париже ему вручили золотую медаль и диплом за предоставленный грозоотметчик и радиостанцию под маркой Попов «Дюкреты Тессо». И сегодня хит респектит всемирно известному изобретателю Александру Попову. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова